Мы не такие Утренним праймом серебряного дождя по понедельникам Которую мы устраиваем Вместе с замечательными Сотрудниками серебряного дождя Представляющими поколение Z Или миллениалы, или центиниалы Зелениалы Артем Сергеев, Лиса Аникушина За 20-летних Я 46-летний старпер Виктор Набутов Отдываюсь за старшие За все старшие поколения Скажем за 30 плюс Доброе утро Игорь Наумов Коротко о чем сегодня мы решили Потрепаться с ребятами Игорь Наумов обозначил Что он в новостях подробно расскажет Про всякие праздничные недели У нас тут разорванные праздники Ну как всегда их очень много И пермамайские дела И здесь конечно 9 мая Мы решили в целом по этому поводу Немножко предвосхищая всю историю Обсудить с ребятами Как современное поколение Относится к праздникам Да и бетрос комбо получается на майских Аж три праздника А третий какой? Первое мая Так Пасха А еще и Пасха у нас Точно, конечно Что Ну Поехали Как вы Как вы вообще Относитесь Вот Какие ваши любимые праздники? Я бы сказал Что у нас нет Первой И Майя И Пасхи отдельно Как будто это в целом Такие Праздники весны Какие-то майские праздники В целом То есть такая прям Неделя праздника Которая как-то объединяется И просто суть которая заключается в том Что мы весной наверное отдыхаем Там не ходим на работу Учебу То есть у нас больше выходных Я бы не разделял Еще В какой-то день мы едим куличи В связи с Пасхой То есть я бы скорее как-то объединил Вот в целом эти два праздника Вообще я считаю То что на самом деле В году есть просто четыре праздника На протяжении там Всей человеческой истории И государство по-разному пытается Их приватизировать Придумать какую-то свою идеологию А суть не меняется Люди праздновали там Весну, осень Зимнее солнцестояние и лень То есть так или иначе Исключить из нас Вот почему сейчас Я долгое время не признавал Хэллоуин А так сел и почитал про это Оказывается в этот же день У нас всегда праздновали Велеса в день То есть по сути тот же Хэллоуин Просто с другим названием Вот в советское время Хэллоуина не было Насколько я понимаю сейчас Это очень модный праздник у молодежи Причем как бы молодежь сама к нему вернулась Это какие-то естественные позывы Вот эти заложенные может у нас Не знаю тысячелетней истории праздновать И на Западе просто Поскольку все это выкладывается в сеть Мы же это видим Ну и мы же не все Мы же не празднуем там День независимости США Или что-то такое По сути Ну как бы да То есть один праздник по сути И нам прям прижился Это Хэллоуин Который лег вот на наш праздник Который был у нас в досоветской День Святого Валентина Я хочу сразу поспорить Да вот как раз День Святого Валентина Еще мне кажется достаточно так прижился И День матери Ну может быть в меньшей степени Отмечаю У нас есть 8 марта В отличие от западных культур Да как бы женский день Туда и матери и дочери Вообще 8 марта Это международный женский день Ну он где-то отмечается Особенно так сказать На Восточной Европе И тогда где-то остались корни Где-то это обычный день Но тем не менее Это у нас как бы День женщин Да есть 23 февраля По факту это праздник Дня Защитника Отечества То есть на мой вкус Это профессиональный праздник Тех кто имеет отношение Так или иначе к вооруженным силам А у нас это все-таки Почему-то превратило все в мужской день Хотя на мой взгляд Правильнее делать там День Отца Например Или мужской день Так и назвать И тогда это был бы Общий праздник мужчин Я к 23 февраля Например никогда отношений Не беру Я не служил Нет извините Там я Плотный запасник Поэтому запасник Хорошо Давайте так Мы сейчас Про мужской праздник Есть еще 14 марта Международный день стейка Который как бы тоже считается Мужским таким праздником В ответ на 8 марта То есть после 8 марта Неделю спустя И на кто-то празднует День стейка Как мужской день Интересно кто Кто же празднует У меня где-то пара человек была По-моему Среди знакомых Мне кажется Знаете как Виктор Мужской Ну у нас же нет Именно мужского дня Есть Вот этот день Защитника Отечества Получается Когда женский день То это для всех женщин А вот конкретно Мужского дня нет Поэтому я думаю И распространилось Празднование На всех мужчин Чтобы опять же Не было каких-то обид Я вот к чему Короче Мы еще до этого дойдем Мы как-то так Голопом побежали Я вот к чему Потому что мы живем В удивительном государстве С очень переменчивой историей Ну так сказать Телевизор включи Уже видно 10 лет назад одно говорили Сейчас совершенно другое И мы с вами с историей заигрываем Соответственно У нас удивительный замес Праздников Случился У нас есть Праздники Дореволюционные У нас есть Праздники церковные У нас есть Праздники Советские Некоторые из них Переименованы Но оставлены Те же даты Потому что Есть уже привычка Так иначе пьянствовать Там не знаю В начале ноября Например И у нас есть Некие праздники Российские Которые тоже Мне до конца Как бы они мне понятны Почему Но у них Очень странная база Например День независимости России День России То что называется Посвященный Событиям Посвященный По большому счету Распаду Советского Союза С одной стороны Мы празднуем праздник Независимой России Это выходной день Независимой страны А с другой стороны Распад Советского Союза Как империи Или наследницы Российской империи Теперь официально Как бы считается Как бы Большой Геополитической Трагедией Вот тут как бы Есть некое противоречие При этом мы как бы Формально отмечаем Этот распад Лиса ты празднуешь Что-то вот из этих Национальных таких праздников Вы про День Народного Единства Ну да Вот такого что-то Честно нет Я тоже Я особо не знаю Что делать в такие Я вам скажу Вы сказали про начало ноября Мне кажется Я хотел спросить Насколько ваше поколение Вообще понимает Базис Что лежит в основе Тех или иных Вот исторических дат Которые мы сейчас Отмечаем Кроме того Что это выходной день И повод поехать на шашлыки Там тра-та-та То за что мы любим праздники Здесь вопросов нет Как бы никто не против Лишнего выходного дня Но насколько люди Осознают Насколько Эти праздники Откликаются У них вот Именно Самой своей сутью А не том Что это выходной день Как вы считаете Ну вот я про начало ноября Хотел сказать как раз Это в тему Например я считаю То что здесь не произошла Замена советского праздника Здесь произошла подмена То есть как не относиться Там к советскому союзу К октябрьской революции Есть многие люди Которые действительно Это поддерживают Для которых это прям Ну такое историческое событие Которому наверное Нет аналогов в мире Ну может быть день взятия Бастилии День народного единства Который как бы мы празднуем Вместо этого Ну лично для меня Это очень странная Какая-то Историческая Не знаю Сказка Которая нам рассказывает Про какое-то народное восстание По факту там Были какие-то английские купцы Которые просто поставили здесь Царя Который был он выгоден И сразу там Снялся льготы Московской компании То есть абсолютно Что-то не пафосное Не историческое Такое Не соответствующее Не знаю Дню революции Который был в Советском Союзе То есть для меня Это прямо даже Ну день-то был привычный Советским людям Правильно Надо было Что-то день оставить Тот же Что-то под него Придумать новое Вот нашли Небую историческую дату Там с очень непростым Действительно бэкграундом Давайте так вот Будем аккуратно Лично мне эта подмена Не нравится Я бы может быть Даже лучше праздновал Именно 7 ноября А не 4 Мне кажется Вот это что-то более Значимое Ну там Независимо уже от какого-то Более сложного отношения Вот Другие государственные праздники Тоже Как-то они проходят Тем не менее Сам по себе Сам факт Самопридумку Дня народного единства У нас Страна Сочи Непростой историей Еще раз Не мне вам рассказывать По большому счету Гражданская война Кровавая Сейчас непростые Процессы Происходят в обществе Тоже И как бы Его надо все время склеивать Она часто Поляризуется Да И конфликтует Внутри себя Вот Вопрос Что день народного единства В общем праздник Ну Как бы в общем Правильный Правильный да Просто про то Что конкретно Историческое событие Которое положено в основу Ну оно Как-то вот Не вызывает какого-то Не знаю резонанса Что ли Лично во мне Не знаю про других Насколько ваши Сверстники Вот еще раз Я сейчас не про вас вдвоем Что Артем вообще хорошо знает историю Я плаваю Мы не про вас Мы в целом Про поколение Про поколение Что за дата Лиз лежит В основании Дня народного единства Ну вообще Я себе памятку создала Поэтому получается Немного нечестно Ах ты Это вот Да Это нехорошо Но ты не знала Ну я же все-таки работаю Нужно готовиться к эфирам Но ты не знала Нет честно Я не знала Но это мне кажется Частный случай Потому что у меня просто Действительно пробелы в истории Это далеко не моя сильная сторона С этим и связано Но наверное Одна из черт поколения Поскольку мы все-таки Здесь стараемся быть честными Да В суждениях каких-то Я думаю Что мы скорее склонны В юном именно возрасте Перенимать Праздничную составляющую То есть ритуальную Когда мы знаем Да Какой именно стол Накрывается Например на Пасху Какие там есть Ну в частности Там обряды Да что там Я же правильно говорю Это же обряды Все равно так или иначе Когда там освещают Куличи Те же самые Яйца Красят Ну в общем Вот все это мы перенимаем Сначала с внешней Составляющей А потом уже Дай бог Задумываемся О Ну истинном Значении праздников То есть мне кажется Наверное Это одна из черт Нашего поколения Что мы Или незадумываемость Особо не склонны Вникать Да В смысл Каких-то дат Я за собой Замечаю Что просто с возрастом Это начинает приходить Что ты вдруг резко Понимаешь Ну что ты не знаешь Смысл праздника И начинаешь этим Интересоваться Но так было не всегда И я думаю Ну вот поскольку Мы с Темой Все-таки Зелениалы Как мы выяснили Да мы все-таки Между Зумерами И имениалами Наверное Истинные зумеры Тоже особо Не разбираются В датах И в смыслах Этих праздников Тема скажи пожалуйста Вот из разговора Со своими там Тоже ровесниками Двадцатилетними Условно Насколько они вообще знают Кто такой Владимир Ильич Ленин Например Ну у меня все-таки Тоже как бы Специфика знакомых Это студенты там Жорфака Так или иначе Люди получающие Образовывание Конечно я не знаю Кто такой Ленин И знают Что была какая-то революция Не все допустим Знают тонкости Наверное что революция Октябрь Это что их две было Да 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 Это не Ленина Царя сверх Например Но тем не менее Общее понимание Какое это есть Да и что Что красное знамя Означает я думаю Тоже большинство понимает Но А кто такой Молотов Там Киров Зиновьев Троцкий Каменев Кто возглавлял Советское государство В 20-е годы Ну не просто Ладно Окей про Ленин В конце концов Мавзолей Кто возглавлял Государство Кто был главой Правительства В советские времена Например А не Генсеком партии Разные же В целом Кто-то Вообще Вот этот период 80-летний сейчас И соответствующие праздники Которые из него выросли Кто-нибудь вообще Понимает Что происходило С 17-го года В стране Вот более-менее Структурно Ну я думаю Что нет конечно Как и большинство Вообще людей В любом обществе Особо не интересуются Историей И не понимают глубоко Все эти сложные процессы Политические И исторические Я просто вот думаю То что в целом Мы здесь не исключение Если брать какую-нибудь Войну за независимость США Который день независимости Да Один из главных Потому что главный праздник В Соединенных Штатах Он же тоже кровавый По сути Это празднование Гражданской войны На тот момент Там убийство Одних англосаксов Другими Тем не менее Для них это вот такой Большой праздник День взятия Бастилии За которым тоже был Якобинский террор Наполеоновские войны Там что-то до трех миллионов По-моему погибло В этих войнах Ну все равно Один из главных праздников Европейских То есть люди как будто Склонны все равно Увековечивать Исторические события Просто знаменательные По модулю Без оценки Вот в праздниках А дальше уже Проходит время Люди забывают Что было что-то трагическое Для них это становится Просто традицией Накрыть на стол Какой-то вкусный обед Сделать Вот Вот мне еще дедушка Очень хорошее сообщение Сейчас написал Ему 87 лет Напомню Даже наше поколение Не воспринимает 4 ноября Как день единства И считает Что надо было оставить И отмечать Исторический праздник Страны 7 ноября Ну то есть Вот мнение другого поколения Великая Октябрьская революция Да Вопрос что Понимает ли Современное поколение Почему революция Великая Октябрьская Отмечается 7 ноября Скажите ко мне роман Обращаемся к миллениалам Ну так как у тебя есть шпаргалка Поэтому ты поставила роман А он будет моей сейчас Целевой В конце концов Он почти вашего возраста У меня тоже есть шпаргалка Поэтому я тоже буду Немного как бы нечестно Потому что у меня Лежит буквально Передомная открытая Ладно Вопрос так что В аудиторию друзья Хорошо Так что вы нам пишите Друзья Плюс 7903 7976333 Для ваших Ватсап сообщений Здравствуйте Мне 37 Абсолютно такие взгляды Майские праздники Это природа и шашлыки Новый год Это оливье Иных смыслов Не ищу смыслов Там просто нет Вот мы по честному Во всяком случае На примере нашей аудитории Рассказываем Как наши слушатели Воспринимают праздники А вот еще пожалуйста Сыну 8 лет Никак не воспринимают Ни Хэллоуин Ни 14 февраля И в нашем окружении То же самое Это день святого Валентина Насколько я понимаю Это интересно Еще раз смотрите У нас дореволюционные Советские Религиозные Восточные Наши Православные Религиозные Западные Современные Российские И плюс еще Всякие забавные Культурологические праздники Из которых Самый популярный Хэллоуин Хотя его хотят Сейчас запретить А вот он Один из самых популярных Кстати говоря Праздников у детей Как выяснилось Тыквы Все это там Кратота Объясняется Опять же Я не прошу тебя Не душни Я не прошу тебя Объяснять Почему Согласен Ну и день Святого Валентина И сколько нам Не предлагается День Петра и Февронии Скажем честно Мы не Не телевизор Как-то он Идет Мягко скажем Туго Не звучит он просто Не знаю почему Я не специальный Я не маркетолог Вот я как раз Хотела об этом сказать Что мне кажется 14 февраля В Америке Аналогично Люди не задумываются О том Почему это день Святого Валентина Ну то есть только сейчас В 20-м году Условно Начали писать Об этом Всякие статьи И вообще Пытаться разобраться Почему собственно В этот день День всех влюбленных И это скорее С маркетинговой точки зрения Раскрученный праздник И я думаю Только поэтому У нас и не приживается День Петра и Февронии Потому что Его не раскручивал Никто особо А 14 февраля Супер раскрученная тема Что странно Хотя мог бы быть Еще один день Для продажи цветов Там установление Какого-нибудь ритуала Там каждый должен Тортик подарить Конечно И это бы Раскрутку Проспонсировали люди Которые финансово В этом заинтересованы Продавцы цветов Там не знаю Бытовой техники Тортиков Там что угодно Придумать ритуалы прикольные И запустить А вы знаете что еще Что касается этих Как бы Неоязыческих праздников Есть Ну по крайней мере Возвращается традиции Вот этих праздников Именно наших Каких-то языческих Масленица Понятно И опять же Это все связано с коммерцией Появляется очень много фестивалей Я вот вчера посмотрел Сам загорел С желанием На какой-нибудь съездить Ивана Купала Масленица Какие-то еще летние фестивали Которые может называются Там Дикая мята Солар Систа Сказка Бессонница Они тоже приурочены Как бы вот каким-то этим Культовым Не знаю Действием На природе Летним То есть Окей Артем А масленица Это вообще про что? Ну это языческий праздник Ну на практике Это про то Что поесть блины просто Так А почему Блины-то это что? Солнце Солнце А и что делали? В чем смысл? Ну весна Приходит Приход весны Разумно Я просто спрашиваю Вон в Питере До сих пор снег Ничего не пришло Это надежда На приход весны Так Знаете почему Нельзя заниматься сексом На Красной площади? Ха-ха Советами замучают Николай 30 лет Из Москвы Хороший старый анекдот А как же праздники? Мардигра Святого Патрика Гая Фокса Николай 30 Ну вот Николай Из Москвы Нам пишет Я про Гая Фокса Знаю только из этого фильма Вы а значит Вендетта Ну вот Считаю что пишет Лиза Ты празднуешь Гая Фокса? Нет конечно Странный вопрос Я вот о чем Чему вообще наш разговор Может быть нам нужны Какие-то новые Вида праздники Вообще с новыми подходами Вот по-настоящему Объединяющие Страну Понятные и близкие Всем Как по Базе своего появления Так и по Вообще Во всех Так и по Атрибутике Например Что-то новое Придумать нам надо Например Давайте придумаем Вот мы как раз Да поколение Попробуем найти Общий праздник Давайте выберем Да У нас был Ну у нас общий праздник Новый год Он абсолютно любим Это праздник номер один Во всем мире Ну если мы там Берем Рождество Скажем так Католическое Да Вот эту неделю Значит Абсолютно с отрывом Номер один Для Достоинства Практически всех культур Китайцы отмечают Свой Новый год Китайский Кстати как раз Вот в эти дни А на втором месте Там по разной социологии У нас идут Для россиян Идет майская декада Ну просто всего День победы Раньше еще был День космонавтики Который как бы Вот Отраслевой праздник Но который стал праздником Как победы страны Первенства технологического Пускай на очень короткий срок Но все Это был культ по сути Да Это культ И советские власти Сами не ожидали Что полет там Гагарина И спутника Который имел Ультилитарные военные цели Вдруг вызовет Такой как бы Софт пауэффект Скажем И возник луль То он оправдан Но к сожалению Успехи В кавычках Настолько очевидны Отечественной космонавтике Мы выпадаем Уже из тройки Космических держав К сожалению Что постепенно Ну Поводов для гордости Не осталось Хотя 12 апреля Никто отменить Уже не сможет А может быть Что-то еще Черт его знает Я вот побывал В Валенсии На потрясающем Празднике Фаэс Который называется Вот совсем недавно Приехал 19 дней он продолжается Это чисто валенсийский А не все испанский Праздник И посвящен Будете смеяться Как это кстати Часто бывает С той стороны Негативной дате В истории Валенсии Поражению в войне Они празднуют поражение Они празднуют И не только они Таких праздников Очень много Вот так вот Осмысливают Собственную историю Рефреймят Как сейчас сказал бы Психолог Просто это удивительное Совершенно событие Которое заканчивается Фантастическим праздником Сжиганием Гигантских Скульптур Которые строят Это праздник Как бы местного Самоуправления По большому счету Валенсийского Ну а королевство Арагон Валенсия в него входит Так вот В чем идея Когда-то Валенсия Участвовала в войне За испанское наследство Выступила на стороне Габсбургов Победили бурбоны Валенсия всегда поддерживала Проигравшую сторону Так вот сложилось И у них были Огромные запасы пороха Там всего на свете И победившая страна Заставила это Все дело уничтожить И они По этому поводу Три недели почти Салюты каждый день Взрывы Петарды Весь город стоит на ушах Огромные фаешоу И вот сжигание этих фигур В конце Вот странно Да? Ну вот так Ну гуляет весь Как бы Вся Испания С солнечными нациями Проще праздники придумать Наверное Я не знаю Абсолютно светлое ощущение праздника Хотя казалось бы Вот повод Ну совершенно не Бравурный Не знаю Вот так вот пошло Мне кажется Может быть у нас Просто наоборот Слишком много праздников Потому что вот Создается такое впечатление Даже сейчас ходят эти мемы Про то что вот у нас Как Новый год начинается И потом каждый месяц Какой-то праздник Какие-то выходные И так далее Я честно сказать Я смотрел Ну в первое Мы можем сейчас поднять статистику Так выяснилось Что у нас далеко Не самое большое количество Праздников Из больших стран мира У японцев даже Их больше И рабочих дней у нас Не рабочих дней у нас Не так Чтобы прям Трындец Как много Нет Это не так Есть страны Которые отдыхают Значительно больше Может мы на работе Не так устаем просто Вполне Так бы сказал Виктор Про нас наверное А вот про новые праздники Например Есть праздник огурца Который с 2001 года Празднует в Суздале Такой как бы Фестиваль огурца Я так понимаю Заключается в том Что просто очень много Разных огурцов Соленых каких-то Подслащенных Выставляют на какой-то Ярмарке Люди приезжают Едят Все пробуют Покупают Мне кажется Что с одной стороны Это звучит так смешно И это такой мем Мне кажется Но тем не менее Для всего региона В котором там Мощнейшая огуречная промышленность Например Это может быть Вполне себе важный праздник Который будет близок И понятен всем То есть это региональные праздники Это очень важный момент Я как раз хотела Об этом сказать Может быть поскольку У нас страна-то огромная Стоит именно заняться Введением каких-то Региональных праздников А я про то Что как бы это бессмысленно То есть люди как будто Сами придумают праздники Праздник А потом Пусть радуются Вот ты празднуешь день огурца Нет Я не живу Я не живу там Не ну он же как бы Общероссийский Не знаю Мне кажется То что это когда Что-то придумается Вот так вот В рамках бизнеса Или государство Пытается что-то насадить Это не работает Люди должны сначала Объединиться В какой-то день Решить что они отдыхают А им потом уже придумают Какой-то повод Идеологический Религиозный Языческий И так далее Черт День шашлыка Какой-нибудь Что близко Что вот связывает страну Я не знаю День стакана Граненого Он есть Кстати говоря А как вам Кстати говоря Профессиональные праздники Разнообразные Отдельный Отдельный разговор Доставшийся нам Так сказать С советских времен День шахтера День того День печатника День этого День фсбшника День кгбшника День пограничника День практолога День стоматолога День тра-та-та-та-та Надо это на музыку положить Сейчас как Виктор Почитал Давайте целый речитатив праздничный На следующий день рождения Сделаем вам Запишем трючок Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Есть праздник, который хорошо заходит? 1 апреля. Мне кажется, что мы особо не заморачиваемся с шутками и так далее. Просто, например, я знаю, что мое старшее поколение, старшее поколение моей семьи очень любило разыгрывать всячески на 1 февраля. 1 апреля. Ой, господи, прошу прощения. Да, 1 апреля там и друг друга разыгрывали, и коллег. То есть такая традиция была... А вы сейчас никак не потруниваете друг над другом, нет? Тоже периодически, но вот я, например, просто забываю постоянно про 1 апреля. У меня просто каждый день как 1 апреля с друзьями в целом. Ну ладно, это все софистика, ладно, хорошая. Мне кажется, 1 апреля очень хорошо заходит. Меня в этом году там миллион человек пытался как-то наколоть, разыграть и так далее. Вот замечательный веселый проект. Но я помню, вы говорили, что вам это не особо по душе. Я не очень люблю, сам этим не занимаюсь и тоже забываю периодически, но тем не менее я вижу, что это как бы традиция, во всяком случае она вполне живая и очень популярна в обществе. Значит, праздник жив. Да, он жив, наверное. Наверное, я не знаю. А 1 мая? Вот 1 мая. 1 мая. Почему, во-первых, никогда не мог понять, почему это был всегда выходной день, хотя это праздник труда, надо наоборот усиленно работать, наверное, 1 мая. Истоки 1 мая ваше поколение в большинстве с вами, в принципе, не знает. Почему никто не ходит на субботники 1 мая? Почему никто не ходит на какие-то демонстрации профсоюзов, например, раз речь идет о труде? Ну, как было в советские времена? Сходил на 1 мая демонстрацию, получил отгул. Например, так, может быть. Почему все это? Давайте переименуем. Никто об этом массово, потому что не говорит. Мне кажется, у нас очень простая логика у поколения. Если какой-то там праздник вводится так или иначе в моду, да, мы будем более внимательны к этому празднику и задумаемся, возможно, примем. Потому что, ну, там, те же какие-нибудь, не знаю, делают тематические маркеты, да, это когда выставляются разные бренды там и так далее. Это все тоже, может быть, приурочено к какому-то празднику. То есть вот такими маленькими шагами нас можно повернуть, да, в сторону какого-то дня празднования чего-то. И вообще в целом, наверное, маркетинг тут это единственное, что поможет на нас повлиять. Но такой не агрессивный. Не бывает, он всегда сводится к агрессивному в итоге. Задать что-то продать. Правильно ли я понимаю, что для вашего поколения важны некие истоки праздника, иногда весьма сомнительного содержания? Я не только про нашу страну говорю. Так бывает. Это связано с каким-то историческим событием, потом взгляд на который может меняться. А для вас важно приятная, понятная обрядовость, ритуальность, красочность. И вообще визуальная составляющая. Вот, 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 вот. Я бы сейчас впервые сказал, должно быть что-то немножко языческое. Новый год, когда мы под елку кладем подарки, чем-то не под ношение какому-нибудь богу елки. Так, по факту, да? То есть в чем проблема 1 мая? Нет никакого вот этого языческого. Вот на Хэллоуин отличный праздник. Все наряжаются в какие-то костюмы, там, монстров или персонажей из массовой культуры. А 1 мая, если бы 1 мая это был день трудящихся, не знаю, в костюмах супергероев Марвел, это был бы один из лучших праздников молодежи. Вот, я уверен. Ты сейчас, братан, на статью наговоришь у меня. Вот, честное слово. Какой Марвел? Я, кстати, понимаю... Супергерои-защитники или хранители? Защитники. Да, и как раз за счет того, что мы преображаемся, да, вот почему, например, Хэллоуин нашему поколению как-то близок, потому что это попытка отойти, да, от реальности и создать какую-то другую. Ваше поколение знает истоки языческого страшного... Страшные истоки праздника Хэллоуин? Нет. Почему наряжать делаются тыквы, все, наверное, да, вот во всяких уродов, там, монстров и прочее? Я лично знаю, но мне сказали, что они страшные, там просто как бы миры открываются друг с другом. Хорошо, это вопрос восприятия. Истоки праздника знает? Я думаю, что никто не знает. И более того, сейчас не просто в костюм монстров, в целом в какой-то костюм. Да, именно, я об этом говорила. А как альтернатива вошедшие сейчас снова в моду, там, наши религиозные православные праздники, Рождество и, соответственно, Крещение, Пасха? Они востребованы, потому что это... Кто-нибудь знает, о чем идет речь? Да, об этом. Ну, хоть как-то, как-то пример. Вот рождение Иисуса, когда он родился? 7 января. Ну, по-ануму. Или 24. А там еще сложнее история. Он вообще по Библии родился где-то осенью. Просто все праздники воскресающих богов, рождение этих богов, праздновали зимой во всех культурах. Поэтому как бы Христа вот сюда... Там вообще сложная история, потому что, да, даже по Библии есть некие хронологические расхождения, скажем так. И по месту, кстати говоря, рождение там большое. Там есть некие вопросы, то есть, ну, не будем сейчас пройти. Это символ, то есть просто, это важно как символ, вот, и поэтому и праздную. Там было бы, по-другому бы он назывался Христос, и родился бы он там весной, и все равно бы праздновали, мне кажется. То есть тут, ну, на самом деле, предыстория как будто не имеет значения. А как, мы называем, что у нас многоконфессиональное общество, у нас почти 20, если не менее 5 процентов мусульман в стране живет. Кто-нибудь знает из вашего поколения про магометанские праздники, там, Ураза Байран, Курбан Байрам и так далее? Вообще о чем это? Ну, я только знаю про великий пост только на мусульманский манер, когда они, им нельзя есть при свете солнца, да. Да, ну, неважно, почему, я уже даже не буду сказать, почему. Но я знаю только вот такую, опять же, да, я знаю только ритуальную составляющую, я не знаю, с чем это связано. Артем? Я вообще только из новостей вижу вот эти праздники. Почему и у евреев в Песах, и у православных Пасха примерно в один период, чуть-чуть, там, плюс-минус маленькие могут быть. Скажите, в чем вообще, о чем речь? Христос воскрес. Откуда это? А у евреев как? А это они там из Египта уже. Извините меня. Дальше нужно... Ветхозаветных. Это вообще про что? Ну, они ушли из Египта, удачно. Там они, ну, порезали немножко египтяну, ушли, как бы, и празднули. То есть, как бы, получается, что праздники есть, обрядовость мы знаем, а происхождение праздников, в том числе и таких старых, еще раз, советских, ноябрьских и октябрьских, мы не знаем. Вплоть до того, что 20-летние, в принципе, не понимают, чем отличается там февральская буржуазная революция от, по большому счету, контрреволюции октября. Вот, но при этом все, так сказать, всех выходных. Может быть, стоит какой-то, вот еще раз, какой-то новый, вот по настоящее понятный, близкий, радостный праздник для всех придумать в нашей стране. Кстати, я вспомнила день, который мы еще не обсудили, есть День защитников детей. Вы что, не знаете? Первый июня. Только не защитников. Нет, полно такой защиты. Не защитников, а защиты, да-да-да, я говорилась. Ну вот, например, у нас в школе он праздновался, и был большой, большое было мероприятие. Ну, может, не защитников, может, просто День детей, потому что худо-бедно дети есть у всех, это понятное, близкое. Ну вот, День защит детей, да. Так же, как День отца, или там День мужчины, День матери, или женский день. Я еще в паузу предлагала Артему, значит, устроить какой-то праздник межпоколенческих отношений, чтобы объединить все поколения, и чтобы, например, было традиции в этот день, чтобы, не знаю, младшие помогали старшим, а старшие помогали младшим, то есть тоже взаимные. Не, менялись местами, чтобы взрослые шли в школу, а дети шли на работу. Да, это как в школе был всегда, была вот эта традиция, да, раз в год, День самоуправления. Вести уроки. Да. Как вам идея, Виктор? Сходили бы в школу вместо сына? Почему, уважаемый спикер, называет социалистическую революцию, контрреволюцию? Я объясню потом, не будем сейчас тратить на это время, потому что сегодня как бы тема не только про октябрьско-февральские революции, потом поясню свой взгляд на те события. Но еще раз, это были две разные революции. Две разные революции, потому что, по большому счету, октябрьская революция еще привела к реставрации империи, и даже еще в большем, там, полномочия генсека стали больше, чем у императора России. Было все быстро восстановлено, там, короткий период 20-х годов, игры, там, в конструктивизм, построение светлого общества будущего, а потом все перевелось опять в, так сказать, Москва, Третья Рима, и прочее построение имперской модели, что выразилось в большом стиле, сталинском, архитектуре и так далее, и в поведении, и во всем остальном. Все было... Быстро империя была склеена назад, но... Возвращение орденов, там, Александра Невского, вот это все. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, просто так, как все управляли территорией. Да-да, быстро вернули потом и погоны в армии, ну, там много всего. Очень быстро. Быстро поменяли одни, одни, как бы, поменяют одни там... Место церквей стали дома культуры, место хоругвий на больших православных праздниках. А ведь православные-то же никуда не делись, они же не могут. У нас все праздники были религиозные, дореволюционные России, практически все. Да, так или иначе, они же люди-то привыкли, никуда не делись. Им просто заменили, чик, дали теперь они с портретами, там, видных партийных деятелей. Стали ходить тоже своеобразные хоругви, между прочим. Обрядовы тоже... Та же сохран... И даты те же сохранились, чтобы было привычно. То есть вы предлагаете какой-нибудь праздник просто заменить, да? Я подумаю, что нет, может быть, что-то новое нам надо вот... А как бы... Ну, мир меняется, все меняется, люди меняются, мышление меняется. Ну, ничего с этим не поделаешь. Это процесс вот как бы адекватный новым поколениям. Начиная с вас, с поколения Z, там, с миллениалов, может быть, потом поколения Z, поколения Альфа, для которых, извините меня, все события 20 века уже... Что им в школе не рассказывай, это будет очень и очень далеко. У нас впереди 9 мая. Я прекрасно помню, как огромное количество фронтовиков приходило к нам в школу. Среди друзей моих бабушек и дедушек было огромное количество людей, которые прошли войну. И никогда о войне не разговаривали. Они не ветеранами были, они были фронтовиками. Не работниками тыла. Тоже много героев. Тем не менее, тем, кто видел реальную войну. Никогда они и не разговаривали. Сто процентов, абсолютно. Я их много раз пытался вывести на разговор. То есть, как бы, у моего поколения еще есть связь с этой датой прямая с детства. А тем, кто сейчас родился, или там, тем, кто сейчас только по институту поступает... Ну, у нас тоже есть. Ну, очень, все-таки уже... Ну, все меньше и меньше, но действительно... Все меньше, меньше и меньше. То есть, мы еще видели ветеранов в школах, но не так много, как ваше поколение. Ну, а следующее поколение для них это будет какое-то событие из прошлого века. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот у меня как бы, я могу, наверное, говорить даже про отношения сверстников, то, что действительно какой-то святой день в плане вот что-то, ну, не рождение нации, но день, когда свою нацию отстояли, может, да, там 20 миллионов или больше, да, погибло, но 170 осталось, а что с ними сделали бы в случае поражения, это тоже сложный исторический вопрос, но, скорее всего, что-то не очень хорошее. Наверное, да, но я напоминаю, и я вот несколько раз с этим сталкиваюсь, что люди вашего поколения, например, не знают, что 9 мая было обычным рабочим днем в течение десятилетий после окончания войны, Сталин категорически отказался отмечать День Победы, 9 мая. Это был обычный будний день вплоть до, дай бог памяти, 65-го года. То есть 20 лет подряд следующий парад на Красной площади проводился в 65-м году, когда, ну, эхо войны уже стало тише, и надо было как бы какую-то, 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 как что-то с этим делать, нужно было какая-то, все равно героическая эпика, это нормально абсолютно, и вот, значит, постепенно с тех пор, вот, 9 мая вошло в нашу пехоту, как праздник, как нерабочий день. Ну, 9 мая это отдельный разговор, и не сейчас. Ну, давайте, например, я тебя вспомнил, мы же все играем в Тайнову Санту. А каких вот праздник, какой-то хочется, какой-то без сложного, хитрого, исторического замеса, близкий всем, объединяющий страну праздник, шашлыки, День Гаража, гаражи, День Гаража, все любят, в конце концов. Что-то между конфессиональное, да, ну, соединяющие. Не связанное ни с религией, потому что религии разные, с историческими датами, потому что исторические даты, куда ни плюнь, как ни посмотри, они, взгляд на них каждое десятилетие у них сменяются, причем полярно. Что-то такое, вот, как Новый Год, еще, такое, как бы, безусловное, касающееся всех. Середина лета. Да. Рубеж пройден, да. День трех-четвертей года. Это что такое? Ну что, весна, осень, день, а значит, что это будет? Я не знаю, честно говоря. Мне кажется, просто все, все равно, так или иначе, идет из семей. День любви, может быть, какой-нибудь. День всероссийский, день любви. Если в семье не будут праздновать, то и никому это не будет актуально. Потому что, например, вот опять же, вы все время говорите, что для нас 9 мая это не праздник и так далее. Кто я говорил? Я не говорил такого. И я тебя прошу, Бет, сейчас аккуратнее с тезисами. Не так сказали. Я сказал, что вы, может быть, не знаете о войне. Что мы не знаем, да, исторической составляющей и глубинно нас это не коснулось, потому что все-таки мы уже новое поколение. У вас меньше связи. Мы не видели настоящих, как вы говорите, да. Но мы их видели, и мы их помним. Как бы, ну не знаю, мне это в семье все равно передается.